Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы с вами займемся приготовлением монастырского майского полынного вина по рецептуре известной травницы монахини Хильдегарде фон Бинген. Это немецкая травница 12 века. Она оставила свой вклад в науке и в истории. И до сих пор те рецепты, которые она выдала по травничеству подтверждаются медицинскими изысканиями. Один из рецептов это майское полынное вино. Готовится оно просто. Берем сухое вино, красное или белое, греем до 70 градусов, добавляем мед и добавляем сок майской полыни. Почему майской полыни? После этого выключаем, остужаем и оно готово к применению. Пьется через день. Опять-таки в интернете посмотрите рецептуру. Все очень просто. Самый сложный элемент в данной рецептуре это сок майской полыни. Почему майской? Потому что в мае еще полынь не содержит такое вещество, которое называется туйон. Туйон накапливается в полыни позже. Он используется, например, при приготовлении абсентов. Он дает горечь. И это достаточно ядовитое вещество, которое своеобразно действует на тело человека. В майской полыни его нет, но есть очень много других полезных веществ. Как получить сок из майской полыни? Для начала едем в лес, собираем. Потом оставляем верхние части сочные. Верхняя часть полыни берется 20-30 см, можно меньше, но самая сочная мягкая часть. Далее используем для отжатия специальную шнековую соковыжималку. Она напоминает мясорубку, перекручивает и дальше она отжимает сок. После этого вот этот свежеотшатый сок мы берем и разливаем по кубикам в специальные пакетики для заморозки льда. И закладываем в морозильник на хранение. И в дальнейшем по мере надобности используем. На литр сухого вина используется 40-50 мл сокополыни. От чего помогает? Зачем? Как писала сама Хильдегарда, полынное вино разогреет желудок, очистит и прояснит глаза, а также излечит почечную недостаточность. Кроме того, оно крепит сердце, не допустит воспаления легких, а самое главное прогонит черную меланхолию. Смотрите, насколько разнообразный спектр действия. То есть это и пищеварительная система, и мочеполовая, и дыхательная, и кровеносная, и работа с депрессиями, и работа с гормонами, и работа, работа, работа. То есть фактически влияние на организм в целом и влияние очень оздоровительное, положительное. На видео вы можете видеть сам процесс, когда говорят, что все это очень просто. Поверьте, господа, это очень просто, только осталось сделать и приложить физические усилия. А их надо приложить в данном случае много. И сделать это все еще и с любовью. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч. А эту рецептуру возьмите на заметку. Она реально классная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok